сегодня у нас опять и суббота кажется уже 25 февраля что мы опять и встречаемся в таком интересном составе у нас основатель компании моно и магнит алтай и конечно супер лидер плотина женис женис хочу дать тебе микрофончик потому что собирается шанс как раз наша команда которые понимают на русском но скажем языка по маме это латышки да и как-то так получилось случилось что у нас образовалась уже довольно такая серьезная команда благодаря вашим тоже усилиям вашему примеру это что люди понимают что же здесь есть шикарный инструмент шикарный маркетинг и конечно хочется до людей донести вот эти все ценности ценности этой компании ценности этого инструмента и то что каждый участвующий здесь может при определенных действиях получить так что женис передаю тебе микрофон и будем будем продолжать нашу встречу волоска благодарю тебя за такое красивое представление но девочки уже меня по моему здесь новичков нету все наши все уже смотрели вот и хорошо сказала сегодня валда ты со своей командой вы вообще сегодня пример для вот для всего мани магнита вот прямо без преувеличения абсолютно не хочу это скажем да без лезть я не я не люблю не умею лезть кидать а наоборот я скорее противоположность мне многие не любят что я грубый там пытаются там не замечание делать там особенно у нас там есть ученые которые там диссертацию защищали филологи поэтому я скорее вот такое но вашу команду я обожаю мы с первого дня с алтаем вот это почувствовали энергетику такая вот на ваши зумы заходишь вот прямо прямо мы отдыхаем то понимаешь вот морально отдыхаем потому что энергетически мы от вас заряжаемся потому что я же не вечный аккумулятор да допустим с алтаем это потому что мы же отдаем энергию и она должна восполняться то есть вот с вашей командой это у нас хорошо получается прямо хороший настрой такой какой-то внутренний классно я прямо благодарю тебя здесь же говорят как подобно притягиваю подобного ты сама какая есть вот у тебя я уже с армии постоянно признаюсь в любви как бы ее мужчины там меня уже знаешь вот онлайн не застрелил черту близко что за фигня что этот азиат признается моей с армии в любви блин просто я обожаю она когда когда отправляют мне голосовые привет друг и ты ты попали короче вот эта интонация вот этот акцент он бесподобный поэтому вы делаете все правильно и ты сегодня ты сегодня когда проводила зум ты очень качественно профессионально провела зум свою часть именно ящик я я больше никого не слушал я тебя послушал и вышел для меня именно самое ценное было вот то что ты говоришь я слушаю допустим зою пилку не потому что дальше так субъективно что вы моя команда вы мои личники нет потому что вы несете ценность я ненавижу когда они несут просто дичь набор слов да и я считаю это неуважение к людям которые сидят люди приходят приглашают команды да продают вот этот зум и приведет человек нормальный с нормальным айкью с опытом то даже не обязательно быть сетевиком просто нормальные мозги у кого есть и вот это слушает вот эта хрень и он говорит и завтра валда ты чё блин я же думал ты такая нормальная ты умная ты чё блин ты же солидно двигалась ты чё какую помойку залезла примерно вот так это выглядит поэтому надо быть очень осторожно с этими вещами и ты сказал сегодня правильные вещи но я тебя хочу здесь чуть подкорректировать чуть дополнить ты говоришь вот мы завели зарегистрировали завели завели money magnet свой теплый круг и немножко там приостановились вот это очень тонкий момент да вот почему мы хотели бы нас прямо мы хотели с вами встретиться и ты и так удачно сложил сарма мне отправил голосовой надо встретиться с команды поговорить и потом раз ты позвонила прямо в этот же день и мы с алтайом проговаривали как раз вот эту тему ты понимаешь вот так вот мы ты в баден-баден и сарма в лондоне алтай в алмате я здесь под астаной и у нас у всех четверых сложились как бы одни и те же мысли вот вот после этого не поверь в то что вот есть закон энергии вибрации так далее да вот это все есть есть это уже давным-давно проверено я сама свое время занималась даже целительством так что я знаю как это все работает и это действительно я смеюсь нужно выставить антенну как сарма иногда говорит вал да выстави антенну чтобы там решили какой-то вопрос ну вот так и она идет и вот мы хотели вот сегодня вот алтай сама с максимом провели там с тобой кто там еще с вами был я на техническую этот момент не заходил автоматизация она круто то есть то что мне ты говорила да сарма говорила зо я просила ну все лидеры просили быть мы людей приглашаем на продукт и так далее продукт он уже есть и будет еще была на лидерском созвоне это среду но здесь очень тонкий момент в алдах очень тонкий момент почему те люди которые пришли раньше нас там да вот эти не буду их фамилии перечислять а вы их всех знаете они пришли на месяц а то и больше раньше меня и там в той команде еще нету даже ни одного серебра ты понимаешь вот это вот конкретный такой звоночек да вот прямо это не звоночек это прямо такой наш набатный звон почему там нету в ранге серебра там нету никого не говорю уже про золото платину там нету чеков понимаешь там сидят они ждут на 15 долларов переливов а их нету потому что они все ударились в этого бота ты же четко понимаешь ты же профессионал да у тебя опыт уже хороший этот бот никогда не даст такого прямо прямо всплеска это игра в долгую потому что а люди уже уставшие ты сейчас перечислила gift of legacy прошлый год то есть все эти компании мы мы принципе вместе прошли и в то флэгаси убунта gift pool теперь живая очередь потом она стала вдруг мертвой очередью понимаешь сегодня этот бринкл он проводил там зум когда там тысячи человек комната больше не вмещалась люди хотели попасть сегодня там было 140 150 человек вот просто думать люди же не дураки остались только уже но вообще конченый идет я считаю которые вот этот его бред сивы кобыла сидят слушают умиляются нам денег не надо нам хлеба не надо нам вот у тебя обучение от этого бринклана понимаешь то есть мы все через это прошли и мы четко понимаем да ты говоришь вы еще каких-то матрицах успели побывать за инструментом пошли и когда мы с тобой разговаривали первый раз ты сказал там оставил часть людей часть там 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 и мы же теряем команды мы теряем людей потому что люди остывают и очень важно сегодня то что вы сегодня делать это очень важно скрины человека взять все делать чтобы люди прямо на коротку зарабатывали быстренькие деньги прямо вот сегодня зашел и сегодня первые свои 3 12 13 26 50 долларов чтобы он сегодня увидел очень важен вот это лучшая мотивация любого вот это бла-бла-бла да это деньги это ними невероятно мотивирует а деньги дают живая работа есть костяк есть костяк уже такой у тебя хороший мощный костяк кстати в твоей команде самый сильный костяк еще раз подтверждаю тебе даже у елены гребенцовой нету такого костяка хотя там у нее ангелина в ранге платина но нету такого сейчас хороший костяк у зои у нее прямо вот идет прям вот команда украинского это там азербайджан украина швеция франция них пошла да то есть у них прям на глубину они прям вот я вижу они 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 оффлайн мероприятия проводят встречи там потому что но под бомбежки мы они сидят под ракетными обстрелами света нету они встречаются в кафе на земле вот такие вот ребята они они делают я знаю что у зои сейчас результат будет сразу золото и сразу платина то есть и то есть костяк есть костяк у тебя есть костяк у зои и костяк сейчас формируется только у вики у остальных показ костяком сложновато и вот этот момент очень важно да что вам надо делать вот что вам нужно делать есть люди надо работать с ними до помогать да вот вселять на вот как тебе сарма же выставляя свои антенны выставляя антенны чувствуя ситуацию прямо живые встречи нет ничего лучшего помнишь я проводил в четверг четверг проводил я аж а тебя не было вас вообще никого не было запись алтай выложил ну просмотри прослушай я там прямо сам того не ожидаю прямо дал какой-то это уже была не планерка прямо школа была конкретная школа потому что ну нормальные люди должны меня услышать нет ничего вот круче классики жанра понимаешь тот тот рынок людей которые у вас был там которые вы уже за ними уже больше месяца уже тоже больше месяца и те люди допустим которые на тот момент сказали ты звонил они как нет вал да не интересно там into звонила гинта звонила гранда они сказали нет денег нет и так далее а у вас есть уже результат за этот в за это время у вас есть результат по чекам понимаешь элементарно даже 200 300 400 долларов а у вас уже больше эти чеки те которые пришли там месяц назад бог больше чеки надо просто вот это надо записывать кого вы обзвонили 2 вторым кругом обратно слушай женис как дела а я к тебе знаешь обратно с этим же вопросом смотри мне какие результаты за этот месяц то-то то-то у меня команда такая-то да я в ранге таком-то плюс компания идет мощный прогресс вперед что они делают через две недели будет у нас веб-сайт помимо бота веб-сайт где будут у нас продуктовый продуктовый сайт то есть не хочешь строить структуру да не надо возьми он тебе нужен 21 век как алтай говорит сегодня трафик это не 21 века потому что меня сын работы сегодня директором отдела продаж по запчастей французских автомобилей элементарно нужно ему даже этот инструмент нужен потому что жесткая конкуренция сегодня китайские вот эти почти бренды над которыми раньше все смеялись которые не признавали там а это китай а сегодня китай душит и бмв ауди и мерседес они душат и японцев и корейцев понимаешь соотношение цена-качество то есть рынок перенасыщен и вот он там свой свою нишу забивает потому что и везде кем бы мы не были бы чтобы мы не делали мы сегодня являемся продавцами реальными продавцами и у нас в отличие от всех компаний всех да вот ко мне пришла команда как же назад dream 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 matrix или как кричит ну матрично клоновая у нас год год за него надо платить забот надо по и он не такой конверсионный он не такой эффективный как здесь а здесь у нас бот бесплатный понимаешь сегодня пожалуйста здесь же надо творчески подходить к этому смотри человеку на что ему нужно у нас же шведский стол по большому счету тебе нужны деньги они здесь есть тебе нужный инструмент он здесь есть тебе надо здесь этот пообщаться многие люди мало да не забывай очень многие люди сегодня дефицит общения когда все сидят и зайди в любую больницу любую поликлинику везде сидят в любую очередь все сидят своих телефонах раньше люди в очередях между собой общались разговаривали да что-то обсуждали сегодня заходишь в любое заведение общественное место в ушах наушники в руках смартфоны никто никого ни с кем не разговаривает и многие сегодня испытывают дикий дефицит общение здесь тоже у нас есть понимаешь то есть здесь все есть и вот это надо просто красиво упаковать запаковать я думаю у вас там в европах там вообще с этим еще больше дефицит понимаешь если мы здесь еще как бы по старинке поколение вот наше поколение мы все равно как бы советском союзе родились вырасти прожили сознательную жизнь как-то мы по привычке сдавали меня допустим весь микрорайон мой знает по имени здороваться жена психует невозможно с тобой на улицу выйти как с каждым надо становиться перемолвиться наш и как будто в ауле игры живешь как елки-палки это как потом она но я такой коммуникатор понимаешь я хочу тебе добавить я здесь когда приехала в германию мой муж спортсмена вся деревня его знает не только деревню идем по улице и все здороваются я говорю а что они тебе знают он горит ну да народ своих героев должен знать да да вот поэтому алтай прямо переживает он как мы автоматизацию дадим мы дадим ребятам нашим партнерам автоматизацию дадим но они просядут в чеках просядут в деньгах пока разберется пока настроить прямо такого у многих же как представление да у многих ошибочное представление сейчас я бота поставлю ко мне придут там супер лидеры которые зайдут сразу на 715 ну минимум на 215 долларов и с командами друзья мои спешу вас огорчить так не будет будут заходить на 15 долларов еще они будут заниматься вот прямо они изнасилуют вам мозг вот знаете за вот эти 15 долларов они вам на такое должение сделать потому что это абсолютно незнакомые люди это холодный холодный трафик пока не вот это все в курят я даже вот знакомым мне вот мой мастер она меня хорошо знают она принеса чем вы сейчас занимается на гиф поле осталось я наташ ты деньги там не потеряла ноготь нет ягод с плюсом и перешла просто жду я слава богу а вы чё я даже не вникают он мошенник международного уровня поэтому я говорю уважаю даже свои уши я не хочу то что он несет вот это заливать себе в уж я не слушаю что он говорит я нашел другой инструмент групп другую компанию она честная экологичная я там уже заработал вы больше десяти тысяч долларов да что нужно делать я надо приглашать прямо реально приглашать поэтому я тебя сюда не заводит ну дайте хоть посмотреть что там евро пройди по ссылке она бесплатная она прошла регистрацию я посмотри изучили если ты можешь пригласить сюда два-три человека я даже инвесторов не приглашаю валда который в этом давай как я на 400 стола сразу стану я понимаю что он станет нагрузкой на команду в том числе и на вас еще не вся команда твоя зашла на 500 долларов а точно станет на 500 долларов на на 150 и так далее уже он же ничего не делает а здесь условий никаких нету как в этом в бунту два человека обязательно здесь этих условий нету она вроде бы как и демократично никто никого не напрягает но в то же время это же это же на команду нагрузка один человек уже но хорошо у нас доски закрываться не так как в бунту надо вот пройти да там от дарителя там до легенды доска делится она заполняется твои люди убегают здесь хорошо ушел своим клидом да своим бинаром раз ушел там стоит же не хрен с ним пусть он стоит сам по себе а у тебя раз уже ты сама магнитом следом с арма магнита следом зонда магнит вот это вот это вот мне нравится человек как потопал так полоку понимаешь поэтому автоматизация такая штука это это как монета как имеет горел орешка с двух сторон понимаешь она как бы нужда что мы экологичная продуктовая компания с продуктом у нас есть продукт реальный продукт до живой он нужен я говорю опять дойдите до платины до ранга платы но немного же не долго выйдите на этот пассив хотя бы на первый пассив потом начинаете настраивать воронку да и уже там изгаляйтесь там как хотите делайте на себе расширяйте первую линию до делайте комьюнити может быть вот это вот как понимаете воронка для моем представлении как вот золото вот у меня недалеко от меня километров двести не добывает золото то гонит этот этот сток я туда ездил смотрел там заброшенные шахты и черные старатели там копать слушай а смысл есть вылезть перескоте эта шахта может обвалиться в темноте в грязи ковыряйте вот он когда есть видно но надо перелопатить да вот мое представление это воронка та же самая штука это ты лопатишь лопатишь только вот это песка грязи вот это раз манси там крупинка золото попалась да аллилуйя повезло но я не знаю а человек же может у тебя перегореть скажет да ладно да ну нафиг я уже устал да что там я работы приходит по боту я разговариваю а у меня вот я абсолютно вот не настраиваю не настраиваю против бота вспомни свои слова я пришла за инструментом а тут оказывается так легко деньги делаются но извини меня у тебя же по 2000 долларов да а ты еще даже свою красивую кофту не сняла ты даже еще рукава не засучила ты понимаешь и сидишь вот в кресле качаешься кайфуешь ты даже еще не работал там день рождения будто бы в это было машину поэтому а если вот прямо как я же просил 30 дней вот всем всей команде поставь дедлайн новичкам особенно 30 дней вот как маньяк да звони всем нужны деньги и пусть не рассказывает пусть выводят на занду выводят на сарм выводят на тебя выводят новички не должны сами рассказывать они могут выводят на тех людей как у которых уже есть допустим вот и у гинты хороший чек результат то есть у тех выводят на тех людей у кого есть уже результат которые могут сказать да я вывела столько-то денег я заработала столько-то денег потому что многие люди сжигают свой рынок людей стараясь сами рассказать манимагнит компания трафик бот потом человек суши ответь мне на такой вопрос валда ты сегодня сама сказал я еще сегодня до конца полностью сама не разобрался честно призналась а представь новичок что он знает он ноль знает вообще и человек бамс а потом завтра хоть ты подключишься а у человека ты сама прекрасно понимаешь первое впечатление какое сложилось она закрепила все учил потом человеку тяжело пробиться и используйте вот в самый примитивный трафик воронка это вот статус ватсам поставьте я вас умоляю instagram каждый stories чеки вот прям все вот эти он уже у вас меняется прибавляется за вами же люди смотрят туши валда а чё за деньги у тебя вчера было столько сегодня уже столько да а вечером столько-то ты говоришь интересно давай созвонимся давай поговорим ну вот сам это я делал в первой компании когда я вернулся там четыре года назад вот так я несколько человек подписал примитивно я тогда instagram не не был фейсбук меня не был да вообще telegram еле-еле так коряво создал понимаешь не было вообще ничего вот на волна ватсап я вот это выставлял статус вот он работал мощно работал теперь вот сейчас арма вчера мне отправила кира отправила мне ролик как-то записать от алтай евро алтай все рассказал бы давай вот это классная вещь тоже короткий на несколько минут ролики до такая короткая презентация каждый свой берет участок да и записывать и вот мы вот это выкладываю еще пожалуйста у человека чтобы было первое впечатление первое первичное впечатление ама не магнит вот это я приветствую youtube канал вот она ваша воронка все наши которые ваши в том числе вал до кофе бреки которые ты проводишь команды мы которые с алтаем проводим все у алтая с канала бери заливать ставьте вот девчонкам скажи пусть они себе делать youtube канал но ставят уже свою реферальную ссылочку они проходят неважно кто там говорит я говорю алтай говорит ты говоришь да но это будет допустим ссылка с армии человек проваливается и попадает по регистрации к сарме вот видишь я никогда не думала что столько людей вот даже из моих партнеров что нету вот понимания как работает соцсети тот же youtube вот сейчас очень многие стали сделать начинает делать свой youtube канал потому что у людей этого нету нету просто вот обучение примитивное обучение не было то что нужно делать это тот же фейсбук да я даже сейчас тоже пока ну еще бот не настроили я просто из армии мы заливаем информации по разным бизнеса группа михел тысячи да тот же контакт тот же фейсбук да то что мы на youtube и выставляем это функционально люди приходят они видят и они заходят есть конечно мусор но у меня лично пришли мои знакомые потому что их заинтересовало именно то что вот что опять вода делает как бы никто ничего не пишет то же самое время они же наблюдают мы же постоянно вся жизнь наша это театр мы постоянно на сцене да если мы хотим результатов нужно выходить на эту сцену конечно не не просто да вот я помню первый раз я проводила проводила скажем презентации это еще было свое время женой фэлда смарина и букина это был по краудфандингу именно работа в соцсетях но когда это было это был какой-то двух тысяч пятнадцатый год да если так взять это было еще когда уже семь лет прошло да и и люди не понимают что нужно себя выставить не просто там кошечки там еще там цветочки еще что-то а именно осознательно делать тут тот контент который тебе нужен именно вот что тебе нужно дать людям вот эту информацию что если они будут делать это 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 они получат такой результат потому что действительно многие не понимают что такое бизнес да если бы сравнить бизнес сколько нужно инвестиции она например я открывала двухтысячном году бизнес да мне немцы сказали откуда у тебя 100000 для физического бизнеса на у меня аренда только было десять тысяч месяца то что я платила центру город баден-бадена хорошая как говорится место площадка для магазина это десять тысяч месяц на это у тебя постоянно головные боли месяц то быстро кончается аренду то надо платить каждый месяц а тут мы говорим о каких-то 15 долларов это вообще это я и я людей не понимаю они хотят говорить о бизнесе они хотят ждут больших чеков не готовы не инвестировать время не хотят учиться вот сегодня тоже мы проводим зон 15 человек хотя здесь должно было сидеть уже как минимум 100 нас команда 108 человек ну вот видишь я считаю что они уже все знают и у меня ничего не получается потому что думает что за неделю за 2 у них уже будет чеки ничего не делая тысячу долларов балда ну вот о чем я сказал мы собрались вот это как вот это есть команда да вот 15 человек на здесь да на минус над мы с алтайами ты да вот 12 человек это вот команда это те люди с которыми ты можешь построить большой бизнес это люди которые хотят реально зарабатывать деньги у это люди у которых есть правильное отношение вам еще говорил да правило успеха правило успеха это отношение плюс действие есть результат то есть успех по-другому не работать если нету правильного отношения ты правильно сказала 15 долларов ну я даже слушай я не знаю как там у нас называется аул у вас там привалки хутор да для хутора 15 долларов это на это нормально наверное даже цифра такая спокойно да прямо без напряженная да вот я же говорю это даже для самой слабой семьи я врести ты не можно 215 вообще правильного говорила вот там девушка с команды и надо показать продукта стоимость продукта мы мы забываемся цена и ценность мы сами зачастую виноваты мы начинаем человек 15 долларов какого хрена жалеть людей почему 15 долларов у нас здесь казахстане суши при средней зарплате вот где вот именно я живу 300 400 долларов 300 400 долларов люди работают на полторы тысячи понимаешь подписывают людей на полторы тысячи долларов 300 400 долларов это это такой средний средний да они работают на полторы тысячи долларов. Это у них минимальная точка входа. А по-хорошему, чтобы более-менее, у них там они получали, это им надо 15-20 тысяч долларов. Понимаешь? Полторы тысячи долларов, это минималка. Это вот прямо. Как у нас 15 долларов. Но люди работают уже два года. Методично, в одну цель. И растут они там тоже. Понимаешь? Получают премию, бонус. Тут раз рассказывал. Мы же, как это, оказываем медвежью услугу. Давай, дорогая, да, я понимаю, тебе тяжело там, да, ну, у тебя нам денег нет, давай с 15 долларов. Все. Сами, сами по ногам себе бьем. Как Алтай говорит, по ногам стреляем. Слушай, ну, что такое сегодня 215 долларов, Валда? Ну, что такое сегодня 215 долларов? Мы должны четко понимать, да, цена и ценность, когда мы покажем цена и ценность. Во-первых, люди быстрее будут, быстрее будут зарабатывать. Это же как вот и в Баден-Баден у тебя была точка, да. А представь, у тебя была не одна точка, да, на 15 долларов. У тебя их три точки. На 15, на 50 и на 150. Понимаешь, это вот так надо показать, да. Ты будешь, и все это работает автономно, независимо друг от друга. Вот это надо показать. Тогда если у людей интерес, почему люди болеют игроманией, с казино не вытащат, да, там закладывают, там жену, собственно, могут заложить. Да, есть, есть такое дело, есть конкретный пример. Потому что люди, люди по своей природе, они азартны. Ну, какой может быть, черт побери, азарт с 15 долларов? Ну, что вы смешите, мои тапочки комнатные были. Понимаете, какой азартный. Так, заработать там 13 долларов, ну, смешно же, правда, правда же. И реферальных там нету. А когда он здесь забирает 13 долларов, там забирает 33 доллара, там 100 долларов. Ну, уже как-то, да. Ну, так себе азарт, но тем не менее, тем не менее. Наша задача сейчас всю команду, мы должны, вот сейчас дедлайн у нас, март-апрель, помимо рангов, март-апрель, да, к маю, это самые сетевые месяца, март-апрель-май, середина июня, это самые сетевые месяца, понимаешь? Потом там июль-жара, куда-то отдыхать, на моря едут. Вот, именно вот эти три месяца надо жестко прямо использовать по рангам, и команды должны зайти уже стоять. Знаешь, основная масса должна, много должно стоять на 500, как сегодня на 15, чуть меньше должны на полторы, и на 4,5, как сегодня на 500. И там, представляешь, какие уже, да, это, это же, команда вот какие, да, команда, какие деньги будут получать. Вот представь, ты будешь к тому времени однозначно уже больше, чем платина, да, и даже будем брать, в любом случае, всегда будет у тебя разница 15 процентов. Вот сама посчитай, команде проведи прямо вот этот кофе-брык. Собери всех прямо и им объяснить 15 процентов, скажи, с полутора тысячи долларов, подруга моя, посчитай сколько, а с 4,5 тысячи долларов, 15 процентов, посчитай. Это, я говорю, без бонусов, чисто реферальные. Людям надо рисовать, их реальность показывать здесь. Азарт должен, азарт. Нет азарта, нету энергии, поэтому они бегут. Сегодня кто мне сказал? Вика говорит, какая-то фигня у них открылась в России, типа Антареса, там 500 долларов, минималка. И побежали. Человек, который говорил, у меня нету 150 долларов, да, стать на третью площадку, побежал прямо как, прямо такая, знаете, борзая кобыла прям, помчалась там, в зубах 500 долларов и туда помчалась. Понимаете? Вот я про что, азарт поймали. Конечно, здесь сидит, там 15 долларов, хотя уже начала получать. Вот и все. Все, в этом виноваты не люди, в этом виноваты мы. Потому что мы не можем нормально донести разницу, цена и ценность. Вот. Вот и все. Мы гонимся. Я хочу предусеречь тебя, Валда, от этого. Давайте нам автоматизацию, давайте мы воронки настроим. Да, это надо. Но я еще раз говорю, включи весь свой ресурс. Да, у тебя школа за плечами богата. Ты меня извини. Уже второй год команда с тобой ходит. Осяк. Косяк. Основа. Команда не может быть многотысячной. Она даже много сотен не может быть. Команда это 10-15 человек. Это и то круто. Даже 5 человек это косяк. Когда есть 5 человек, это мощь мощная. Это косяк. Это команда. Все. Скелет, да, в человеческом организме. Вот. Остальное мясо можно нарастить. Поэтому ты пользуешься бешеным авторитетом, доверием. Вот это дорогого стоит. Я знаю очень много лидеров, которые я сам одного такого послал прямо конкретно в тяжелую эротическую прогулку. Я говорю, больше мне не звони. Потому что я ему помог состояться, вот прям скажу без ложной скромности. Я ему помогал презентации ставить. Он по полтора часа как Барышева болтал. Я говорю, тормози. Так не пойдет, говорю. Презентация должна быть короткая. Академический час 45 минут. И то много. 30 минут. Любая презентация. Все равно ты не разжуешь, хоть будешь целый день разговаривать. Человек сразу не усвоит. Это постепенно. Понимаешь? Поставил на презентацию. То-то-то. Структуру построили. На ранге вывел. Потом он что-то начал важить. И чего чувак, говорю. Мы же помогали тебе вместе состояться. Чего вспоминать старое, говорит. Я говорю, а вон ты как, говорит. Ну и пошел ты тогда. Короче, я его послал. Все, оборвал я. С этой компанией оборвал. С ним оборвал, понимаешь? А за тобой же люди идут. Но у людей представление, что лидеры должны им дать людей. Это вообще нонсенс. Потому что по-любому, в любой команде люди идут за людьми. Ну, я же тоже не могу. Мы и так отдали своих личников, как бы, ну, на первое время, да. То есть, ну, чтобы у всех людей было мотивации. Но по большому счету мы сейчас оказались тоже в самой такой ситуации, что люди ничего не делают. Они опять от нас ждут, что мы им дадим своих личников. Это вообще, ну... Тебе ремня. Тебе надо ремня дать хорошего. Прямо. Знаешь, ты сделал прям самую крутую ошибку. Я никогда своих личников, своих личников я не отдаю в команду. Каким образом я помогаю? Я ставлю от себя. Вот у меня 26 человек, да. Но я помогаю, зато переливами. Ты понимаешь, вот люди пришли на тебя, на тебя родную пришли. Вот я пришел на тебя. Валда, я хочу с тобой быть, да. И ты меня ставишь там под Каспарса, например, да. У нас с ним нету вот этой ментальной привязки. Я пришел на твою энергию. Блин, ты вот зачем вы это делаете? Я пришел встал под Каспарса, я ни хрена не делаю. Плюс говорю, Валда, ты мне... И Каспарс говорит, Валда, а что он не работает? Это Дженни Стойбин. Кого ты мне сунул? Я такое тоже слышал. Что за фигню ты мне подсунула? Он не работает. Понимаешь? Еще ты виновата. Мне никогда этого не делать. Не нужно. Пусть он все равно получит перелив, да, вот этот человек. Ваня там какой-нибудь, да, ты поставишь там Алтая. Алтай перелива своей команды. Ему даст несколько подарков. Он получит в любом случае, да, и уйдет, и останется. И пусть там тогда сидит, там, в гордом одиночестве, как вот этот Дед Габар говорит. Месяц стою на 15 долларов, ничего не прилетело, блин. Помнишь, я когда сказал, что даже трипер просто так не прилетает, да, если ты пассивно сидишь дома, блин. Понимаешь, блин? Меня вообще вырубают, я хочу материться, уже за нормальный язык забывают. Взрослые люди, вот даже Дед Габар, наверное, пожилой уже, как так? Как посчитаешь, он одарил этот мир? 15 долларов он зашел, и он осчастливил этот мир. Ему должно что-то прилететь. Ну, дебил, ей-богу, вы понимаешь? Иждивенческие настроения. Ты что, импотент? Вот это. А вы создаете, вы создаете? Только что, только что тоже был случай на днях с Армой. Звонит, никого не может найти, всем стучается, оказывается, я не вижу. Он у меня, пятый уровень под меня, я его не вижу, да. Я ему пишу уже в Zoom, не в Zoom, а в Telegram, я говорю, когда есть время, видите, на Zoom, нужна помощь какая конкретно? Он мне пишет обратно, а у меня сейчас нет времени. А сидит и пишет уже, дайте мне партнеров, потому что я сижу на 15 долларов, да, у меня никого нету, две недели ничего не двигается. Но это вообще цирк бесплатный. Я говорю, слушай, дорогой, ну, молодой парень, там лет 30, может быть, еще и нету, да. Я говорю, ты ждешь от меня помощь, ты всем стучаешься, да, а когда я тебе говорю конкретно завтра, во сколько выходим в Zoom, чтобы понять, какая у тебя проблема, да. Он говорит, а у меня нету времени. Я говорю, ты что, немножко это, не дружишь своими мозгами, я говорю, у меня нету времени. И если я тебе постучилась и предлагаю свою помощь, ты должен как солдатик сказать, когда у вас есть время, да, а не то, что у меня нету сейчас времени, а у меня две недели ничего не происходит. А откуда будет происходить? Ну, такие будут люди, все равно будут, их будет, к сожалению, немало. Наш бизнес, это бизнес селекции, бизнес сортировки, понимаешь, никто не отменял, поэтому нам главное, чтобы твои лидеры были в ресурсном состоянии, еще раз говорю, понимаешь, вот это четко ты должна понимать, чтобы люди сами понимали, где находятся, куда бы ни пошел, да, любой вот этот инвестиционный хайп, так называемый, скам-проекты, которые обещают на пассив, они же, наоборот, еще больше приглашают. Но не делай ошибку никогда, пожалуйста, не ставьте своих людей, пусть у тебя их будет 50 личников, но никого не отдавай, потому что это люди пришли на тебя, так же и девочкам скажи, люди пришли на них. Вот эта ментальная связь, ее никто не отменял, видишь, даже говоришь, сарматик, антенну выставляй, вот это, ты говоришь, эти, наука целая есть, вербальная вот эта, да, привязка, энергетическая привязка, она есть. И когда мы отдаем своих людей кому-то, не потому что я жадный, да, а потому что это не сработает, это не сработает, красавица, обожаю тебя, обожаю вот эту красавицу. Я хочу тебе чуть-чуть добавить насчет этих, ну, как-то отдаешь. Ну, примерно, это еще не отдаешь, как будто, да, все-таки команда, все нормально. Но знаешь, в чем проблема? Если у меня есть 20 моих, я ищусь с ними работаю. Если я поставила под кого-то, да, я тоже с ними работаю сама, потому что это же мой человек, понимаешь? Сарма, я понял. Я же не могу сказать ему, я с тобой больше не буду. Подожди. Я тебе продала. Нет, Сарма, да ты меня не поняла. Я тебе еще раз говорю, я тебе еще раз говорю. Тот человек, вот я, вот ты под меня поставил там два-три человека, понимаешь, я это не ценю, ты пойми, вот это. Я ни хрена не сделал. Я ни хрена не сделал, палец о палец не ударил. Я сижу в позиции иждивянца и говорю, Сарма, давай мне еще людей, почему мне так плохо двигаться? Ты понимаешь, Люба, до чего доходит до абсурда? Я про это говорю, да. Да, ты вообще полностью прав. Это действительно верно, да, потому что люди, они просто, понимаешь, они не почувствуют, что это их работа. Во, 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 во. Да, они почувствуют этот вкус, этот вкус, что это я делала. Да. Это тебе дали просто, готовая, да. То есть, это, знаешь, как это вот, знаешь, вот, это ты у себя в огороде там, да, у себя на участке посадила что-то там, клубнику, огурцы, помидоры. Ты этот с грядки сорвала, да. Это вкусно, ты понимаешь, там твой пот, понимаешь, там его даже солить не надо, вкусно. Или ты на рынке купила. Я про это, понимаешь, это, это как по-еврейски, да, это кошерно. Вот этот, вот этот хлеб, который ты зарабатываешь, который, это кошерно. Это, или как у нас в исламе халяль, понимаешь, это, это, это праведный, они, не халява, понимаешь, вот, вот что я говорю. Халява, она же не ценится. Вот, видишь, сейчас Валда что говорит? Еще люди претензии предъявляют. А что такое, у меня ничего нету, да. Вы им людей ставите, а они еще, паразиты еще предъявы кидают. Вообще-то, я понимаю этого парня тоже, потому что он, как будто, насколько я понимаю, он все-таки вышел, начал искать людей, которые могут ему помочь, потому что, ну, он хочет, но эти девочки, под которым он, он как будто зашел, они, у них это неинтересно, они уже или другое место пошли, или все-таки сидит на 15, и, 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 и вы сами знаете, как это происходит. Он как будто хочет, но, есть вопрос, он готов что-то делать сам тоже, или он хочет только, ну, получить, понимаешь? Ты сейчас, ты сейчас сама ответила, ты давай, перестань вот эту провокацию на корабле. Он как будто хочет, вот именно, он как будто хочет. Валда ему звонит, его вышестоящий, у него времени нету, понимаешь? Ты знаешь, я в его возрасте, я в течение дня бывал в трех местах, а он чего сидит такой молодой, я под 60 лет живее него, он на 15 долларов сидит и как будто чего-то хочет, и в это время ему звонит Валда, он говорит, а мне нет времени. Он уже давно должен был, у людей очень низкая самооценка, да, вот, тем более он же молодой парень, молодой человек, он должен рвать и метать, он должен сказать, да я сейчас этих теток, блин, сейчас быстренько-быстренько обойду, да, и в точку превращусь. Вот эти моменты. А ты давай прекращай, ты же не адвокат, ты наоборот, ты что, чувак, тебе Валда позвонила, блин, ты охренел что ли? Ты скажи, давайте, Валда, я сейчас организую там одного-два человека, вы найдете время, я продам эту встречу дорого, что Валда, там она находит время, вам все объяснить и показать. Вы вспомните, как вы нас с Алтаем приглашали. Вот это, это основа основы, надо, люди не умеют приглашать ни на встречи, ни на зумы, грамотно должны продавать. Я же начал с этого, да, мы продаваны, мы должны очень четко продавать. Любое событие мы должны вкусно продать. Да, у нас сегодня будет встреча командная, крутая встреча будет, там один из основателей проекта будет, да, Алтай-Алим и человек номер один, топ номер один компании, наш мой непосредственный, там, да, допустим, планер и так далее, куратор, все, люди, что за зверь такой, да, там, за 45 дней, там, 11, почти 11 тысяч долларов заработал. Но есть же к чему стремиться, это даже для Баден-Бадена хорошие деньги, 10 тысяч долларов, понимаете, я уже не говорю про Казахстан, все, вот эти вещи, у нас, у нас вчера зашел человек, позавчера зашел человек, именно на вот этот чек, и не один человек, там их 3-4 человека зашел, у меня Виктория включилась на этот чек, когда у меня Алтай записал ролик, 9 тысяч долларов, она месяц назад зашла по регистрации, и пошла вот эти, Сириус там, Дрим Матрикс и так далее, пока она там этой ерундой страдала, у меня чек поднялся, за месяц, она, говорит, мне звонит, говорит, вот я дура, я месяц потеряла, вот сейчас теперь догоняет, вы понимаете? теперь она это рассказывает, просто я вам еще раз говорю, вы четко должны понимать, это было бы крайне нечестно и несправедливо, если сходу, допустим, у всех вот так прямо по 10-20 тысяч долларов сразу пошло, ничего, курочка по зернышку клюет, цвета бывает, я вам еще раз говорю, март-апрель, да, к маю, у всех очень крутые чеки будут, я знаю точно, Сарма, вы с там по тысячу, я девчонок видел кого-то, у вас уже будет больше 20-30, вот гинта, да, то есть уже у вас уже будут чеки с четырьмя нулями, это через 3-4 месяца я это вижу, девочки мои, поэтому надо разобраться у себя в голове, не надо принимать позицию, да, я этого парня понимаю, он как будто прав, вот он стоит, эти девочки ушли, не ушли, да пофигу эти девочки стоят, он же пришел не ради этих девочек, все, и вы должны наоборот сказать, ты чего, чувак, давай, я сейчас перед Валдой извинюсь, что вот она нашла время, у нее есть еще и дети, свои внуки, да, вот, чтобы ему стало стыдно, бабушка, ну, конечно, эту бабушку можно еще приглашать на рандеву, там, в кафе, на романтический ужин, вы шикарно выглядите, но тем не менее, возраст никуда не денешь, да, вот меня, допустим, тоже, я, кстати, жду на следующей неделе, даст Бог, даст Аллах, буду дедушкой. О, супер, поздравляю. Да, 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 поэтому, но в душе я себя чувствую лет на 25, на 30 нормально, поэтому мне нравится, мне нравится эта тема, поэтому ничего тут, ничего нету такого сверхъестественного, вот, больше технически, почему именно я первого начал, почему не Алтай, потому что у вас сегодня была техническая школа, но в основе всего, друзья мои, знание психологии, знание, умение коммуницировать, уметь влиять на ситуацию, не ситуация должна на вас влиять, да, вы должны на ситуацию влиять, вот это все, вот это главные вещи, когда вы понимаете, все, и идет у нас, да, так, этот не мой, этот не мой, у вас идет селекция, все, бам, во, сарма, классно, как мы с тобой сразу скорешились, да, с первой встречи, я тебя сразу понял, ты меня поняла, и у нас такие нормальные, вот, я, 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 такое ощущение, что я тебя тысячу лет знаю, вот оно так, так складывается вот командой, понимаешь, да, поэтому я не знаю, правда, мне кажется, вот, мы с тобой это как будто, ну, родственные души, конечно, я вот... Знаете, вообще, если откровенно, мы вообще-то, ну, как сказать, с Валдой попали в десятку, да, потому что с вами очень легко работать, почему мне нравится с вами работать, потому что вы говорите вещи так, как они есть, вы там не делайте эти цветочки вокруг, если там есть дурак, ты говоришь, это дурак, это дурак, да, и все, и понятно, тут нету вопросов, да, а знаете, как всегда, ой, чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть, а на самом деле это там нету вообще, что там тютят, да, это как мужиком, да, если я не чую этого клика, да, то он могут там голые ходить вокруг меня, а у меня нет никакого интереса, да, но так и тут, понимаешь? Молодец, молодец, я же говорю, слушай, я говорю, смотрите, вы когда молодыми девушками были, говорю, вы же этот, вы говорите, этот парень будет моим мужем, я его хочу, я его хочу клеить, вы же делаете все, вы там и макияж, там и глазки, и губки, и ноготочки, и там раз, и бровями, да, и походочка от бедра пошла, да, вы делаете все, чтобы поймать его внимание, правильно? Ему понравится. То же самое парни, да, допустим, перед девушкой, он чего только не делает там, ну, господи, прямо гоголь-моголь такой ходит, гусь, да, прямо фазан, блин, понимаешь, он там может быть гадкий утенок, а хочет быть павлином, понимаешь, все из жизни, и здесь то же самое, я говорю, вы должны продать себя в первую очередь, себя, ну, ты такая харизматичная, Сарма, ну, ё-моё, посмотри на себя, да, кукла, зараза такая, секси-шмекси, да, конечно, за тобой хочется идти, да, Валда, я говорю, да, не говори никому, что ты бабушка, вот, занда ваша брюнетка, а наоборот, я говорю, чтобы оставили меня в покое, нет, нет, рано тебе еще, в покое нам только сниться, понимаешь, мы должны, мы должны продавать себя, мы когда себя продаем, когда мы интересны окружающим, они идут на воронку вашу, на бота, на шмота, на маркетинг, на все идут, потому что на посадку, он хочет быть с тобой в команде, он хочет с тобой общаться, он хочет быть с тобой на коммуникации, он хочет тебя видеть, он хочет тебя слышать, понимаешь, ребята, вот это важно, вы главный продукт любой компании, это ты, вот ты приходишь, говорят, компания, Убунту, я здесь такая, вот, посмотрите на меня, вот она я, пошли со мной, так, Убунту не понравился, так, шель-козел, там туда-сюда, на, так нужно, не хочу, а здесь они с Бринком нам все испортили, да, например, условно, я пришел, я пошла там, Дрим Матрикс, Калтай же говорит, можешь зарабатывать в хорошей компании, плохой компании, в очень плохой компании можно зарабатывать, но, кто там главный, главный-то ты, и на тебя люди идут, все, идут, ты говоришь, теперь я здесь, друзья мои, все, сарма здесь, все, как кто хочет быть возле меня, все, собираемся, понимаешь, это так, научить себя продавать, беда вот этого молодого человека, что он себя не может продать, поэтому у него не получается, беда этого мужика, который сидит, там, месяц-полтора уже сидит на 15 долларов в доске и ждет там вот этот перелив каких-то, да, это он не может себя продать, потому что у него даже имени нет, у него какой-то псевдоним, там, ты правильно сказал, цветочки, нету фотографий, аватар, какая-то кошка, какая-то обезьяна, какая-то собака, понимаешь, ты поставь свою фотографию, поставь свою фотографию, чтобы люди видели, ага, о, интересно, ничего, да, нормально, все, человек должен видеть, а там, я, например, удаляю даже с чата ромашки, какие-то девизы, так, что за человек, непонятно, что он хочет, почему он свою морду прячет, я удаляю его, понимаешь, все, я удаляю, чего ты боишься, мы же этот, мы же не улица красных фонарей, понимаешь, да, мы же не публичный дом какой-то, да, где-то нормальный, мы люди все самодостаточные, да, каждый из нас проживет без этого мани-магнета, понимаешь, без сетевого компании, но мы пришли сюда, и мне нравится, я с гордостью говорю, у меня команда международная, но я почему-то начинаю с Латвии, я говорю, с Латвии команда, потом, говорю, Германия, Лондон и так далее, теперь не просто Германия, я говорю, Баден-Баден, понимаете, да, Франция, Италия, это такая, такая маленькая деревня мирового уровня, я всегда говорю, да, я знаю, знаю, да, как бы это, знаю, поэтому я был приятно удивлен, и приедем к тебе в Баден-Баден тоже приедем, потому что это классный курортный городок, так что, да, Алтай, ты здесь с нами, братан? Он чего еще там? Алтай внимательно все время слушал, но теперь даем тебе микрофон, спасибо. Да, Валда, благодарю, ребята, я очень внимательно слушал, молодцы, очень нужная тема, важная тема, именно вот эти вещи, когда человек понимает, он начинает включаться и начинает работать, потому что что толку от трафика, от ботов, от автоматизации, от крутого продукта, от крутого маркетинга, если человек не включен, если он не понимает, что эта история может его сделать миллионером, ты хочешь деньги, вот Жениц правильно говорит, Валда правильно говорит, хочешь деньги, это вот в этом проекте ты заработаешь, ты хочешь хорошее окружение, хочешь круто научиться продвигать сетевой бизнес, это здесь, ты хочешь инструменты, это здесь, ты хочешь стать миллионером, это здесь, потому что люди, они болтаются, В интернете очень много соблазна, очень много разных проектов. И вот как рыба реагирует на блесну, раз где-то вот щука засверкала, они раз туда метнулись, на крючок какой-то попались, раз их съели. В другом месте блесна засветилась, они туда рванулись, опять там потеряли. То есть я к тому, что, ну, не знаю, проще, да, проще, чем вот в Money Magnet заработать 1000 долларов, ну, я не знаю, ладно, подарки не в счет, там халява, да, там вообще такая примитивная тупая схема, фортонет получите. Но если мы берем именно продукт, маркетинг и простые действия, то раз, два, три и все, да, ты миллионер. То есть мы сейчас говорим про историю, что, ребята, не усложняйте, да, не делайте вещи, которые невозможно повторить. Нельзя делать вещи, которые команда, партнеры, обычные люди, бабушки, пенсионеры или люди, которые не умеют работать с телефоном, с компьютером, да, они автоворонку и вот этот бот, они не смогут его повторить. А если нет дубликации, то нет чека, нет заработка, потому что наша индустрия, она строится на волшебном слове дубликация. И давайте я вам сейчас покажу, так, модель, как вы можете зарабатывать 1000 долларов с 14 человек. Многие люди не понимают это, да, не осознают, потому что раз не осознают, значит, не в полную силу работают. Не в полную силу работают, значит, не получают нужный результат. Поэтому, так, я здесь вырубаю телефон, чтобы никто меня не отвлекал. Так, дайте мне демонстрацию. Так, есть, отлично. Так, сейчас я быстренько просто, ребята, пробегусь, как раз внимательно слушал, и тема была заявлена, первая 1000 долларов, как ее заработать очень быстро. И вот эта тема, Валда, тебе я благодарю. Я прямо сейчас по ходу, пока внимательно слушал, быстренько накидал слайды, сделал расчеты, и хочу вот этим полностью сейчас с вами поделиться. Так, 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 включаю демонстрацию, и погнали. Так, видно ли экран, ребята? Да, да, видно, Алтай. Здорово, замечательно. Ребята, вот она наша любимая 15-местная доска. Кто-то ее видел в подарочном движении, кто-то там. То есть, в любом случае, ребята, вот она основа 15-местная доска. И та стратегия, про которую мы всегда говорим, 3-9-27. Сейчас я вам покажу именно цифры, как вы можете выйти на 1000 долларов, делая простые вещи, и пригласив всего 14 человек на 215 долларов. Вот, смотрите, ребята, на этой доске 14 мест, вместе с вами 15 человек. То есть, вы стоите магнитом, вы собираете денежку, и здесь, из суммарного, да, здесь 7 человек, и здесь 7 человек. Все. То есть, вы пригласили своего первого человека, он встал сюда. Я уже развернуто как бы говорю. Вот вы второго человека своего пригласили, ваш личник сюда встал, да? Если мы сталкиваемся с стратегией 3-9-27, например, ваш третий партнер, он встал вот в эту позицию. Третий партнер встал, например, вот сюда. Все. Ваша первая линия, три человека. И дальше начинается дубликация. Первый партнер пригласил своих ребят. И они, соответственно, повторили такие же действия, пригласили, да? То есть, второй партнер также пригласил одного, а второго. Все. Доска заполнилась. Доска заполнилась. И все зашли на 215 долларов. Ребята, мы берем модель 215 долларов. Все. Доска заполнилась. То есть, заполнился стол. Давайте сейчас перейду. Так. Заполнился стол за 15 долларов. 8 подарков вы собрали. Так. Видно ли мой экран, ребята? Да, да. Видно все, да. Да, да. Давайте, ребята, посмотрите. Вот вы на 215 долларов пригласили. 215 долларов – это что такое? Это вы пригласили на первый стол, на 15 долларов, на второй стол и на третий стол. Все. Вот они, три стола. Чек. 215 долларов. И вы получаете 8 подарков, потому что стол весь закрытый. С первого стола вы получаете 13, по 8 – это 104 доллара получили. Со второго стола вы получаете по 33 доллара подарка, 8 подарков – это 264 доллара. И с третьего стола, так как стол тоже закрытый, 14 человек, потому что стоит на доске, вы получаете 800 долларов. И давайте теперь посчитаем. Вот, смотрите, ребята, 104 доллара. Так, вот, посмотрим именно первый стол, вернее, первый круг, когда вы проходите. Вот 104 доллара вы получили с 15 долларовой доски. Из них 15 долларов идет на реинвест и 50 долларов идет на прокупку более дорогой доски. Да, второй. У вас чистыми остается 39 долларов. Это ваш заработок. Вторая доска, она тоже у вас закрылась, потому что у вас на доске 14 человек стоит. Вы зарабатываете здесь 264 доллара. 33 доллара умножаете на 8, вы получаете 264 доллара. Вот эти 264 доллара, из них мы минусуем 50 долларов реинвест доски этой же 50 долларовой. И автоматом накопление идет на третий стол, 150 долларов. То есть у вас здесь чистыми остается 64 доллара. И третья доска тоже у вас заполнена полностью. 14 человек у вас стоит. На 150 они зашли. Вы здесь получаете по 100 долларов, 800 долларов. Из этих 800 долларов, 150 долларов идет на активацию реинвест этой третьей доски. И идет еще 500 долларов накопление на прокупку четвертого стола. И у вас здесь чистыми остается 150 долларов. Вот смотрите, 150 долларов плюс 64, плюс 39. Вы здесь уже зарабатываете 253 доллара. То есть вы зашли... Сейчас, секундочку. Алтай, Алтай, подожди. Здесь же 50, зачем ты минусуешь? 50, 150. Если уже куплены места, уже... Да, там уже тебе плюс... 50, 150 уже куплены. Здесь только в реинвест уходит. 15, 50 и 150. Я сейчас договорю. Договорю, я услышал. Смотрите, это чистый ваш заработок. Это то, что вы в кошелек выводите. Вы вводите на жили-были. Вы зашли на 215 долларов живыми деньгами. И 253 доллара чистыми на кошелек выводите. Вы уже в плюсе, отбили свой бизнес. Но у вас остается что? Вот этот слайд заскриньте себе. У вас еще остается 15-долларовый реинвест. Плюс 50, плюс это ваши активы. И плюс 500. Четвертый стол у вас открытый. То есть у вас активов получается на 715 долларов. Плюс вы трех человек пригласили на 215. Вы стали кем? Абсолютно. Вы стали серебром. Вы в серебре. И у вас 10 токенов компании. 10 токенов компании – это на 10 долларов на сегодня. Это 100 долларов еще. То есть смотрите, ребята. Считаем. 715 плюс 100 и плюс 253 мы получаем. Так. Мы получаем. И смотрите, вы когда становитесь серебром, у вас же 25% рефералка. Вы трех человек в первую линию себе пригласили. Вы. Таралка считается со второго стола. С 50 долларового стола вы получаете по 3 доллара на 3 человека. И со 150 долларового стола вы получаете по 8,75. 8,75. Умножаем на 3. Вот суммарно вы здесь получаете 35,25. Вот и считайте, у вас здесь заработок чистый. Получается 1103 доллара и 25 центов. Это ваш чистый заработок. 14 человек вы пригласили. В кэш вы выводите 253 сразу. Окупаете свой бизнес. Плюс 100 долларов. Также можете в виде токенов. Сейчас смарт-контракт сработает. Вы можете обналичить. И у вас 4 доски, 4 стола активные. И не забывайте, 500 долларовый стол. Смотрите, ребята. 500 долларовый стол он вам дает. Вот вы 500 долларов уже, он у вас активный. И вдруг вам фортанет, как под какого-то лидера попали. Да, вы вышли в магниты и собрали 2540 долларов. Из них, да, на реинвест следующего стола за полторы тысячи уйдет на прокупку более дорогого стола. И 500 на реинвест этого стола. И у вас останется 640 долларов. То есть по факту, ребята, 1100 плюс 640. А со второго круга там чистый профит уже идет. Ребята, когда вы включаете волшебную дубликацию, 104 умножаем. Здесь минус 15 только идет на реинвест. У вас чистыми 89 остается. 264 минус 50 на реинвест. Вы это уже чистые деньги в кэш прям на свой кошелек выводите. Здесь 214 долларов. Это второй круг, ребята. И 800 долларов минус 150 за третий стол, 650. Если вы все эти суммы посчитаете, у вас чистыми со второго круга получается 953 доллара. Это чистые деньги. Это прям сразу выводите на свой криптокошелек на USDT. Плюс у вас есть токены ваши на 100 долларов. Нет, Алтай, ты объясню сейчас. Ты мне объясни. Как вот, если человек, у него уже есть место 50, 150. Почему ты минусуешь вот этот момент? Он уже идет уже чистоганом, вот как сейчас, как на втором круге. Это там таблица идет для тех, кто на 15 долларов начал. Разве не так? Он же уже стоит же, он же взял 15, 50, 150. Он уже везде стоит. Да-да, правильно. Вот ты говоришь. Там еще плюс 200 долларов тебе остается кошелек. Он же уже везде стоит же. Он же купил же первый, второй, третий стол. Он же стоит же. Зачем ты, говоришь, на покупку дорогого стола там? Потому что тебе не надо уже копить 50 и 15. Да-да-да, верно, 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 ребята. Благодарю за комментарий. Три стола прокупленные. Три стола прокупленные, и там остается только инвест. Ну, по факту, да, то есть математика вот такая получается. То есть вот она, ваша тысяча долларов. Если вы сейчас сможете обратно посчитать. Вот смотрите, 14 мест. Мы 14, так, я все равно правильно посчитал. Я и так пересчитывал, и так пересчитывал. Там же первый круг, когда вы проходите первый круг, смотрите, как это работает. Вот вы зашли на стол, первые 6 мест на первом круге, они идут на накопление на следующий стол. То есть, ну, долгая история. Вот те расчеты, которые я сейчас сделал, они проверены уже. То есть, ну, как вот в другом объяснить. В кабинете вы видите всю картину, весь баланс, да? Но по факту, сколько вы живых денег получаете? Вот я вам сейчас расшифровку полностью сделал. Опираюсь вот на наш маркетинг. Расшифровку сделал. Нет, а как тогда, вот какая разница тогда, человеку зайти на 215 или на 15, ты понимаешь? Конечно, кроме ранга, выполнения рангов. А смысл тогда, если здесь накопление идет? На 215. Тебе не надо делать накопление на эти два стола. Ты их оставляешь в себе карман. Понимаешь меня? Ты сразу идешь на три стола. Ты сделаешь накопление только на третий стол для 500. Он не берет накопление на первые два. Я это тут четко вспоминаю. Эти деньги уже тебе идет, как вивод. Да, я здесь вот с тобой согласен, Сарба. Потому что ты сразу идешь на три стола. Минус 15. Да. 264. Минус 50. А вот на третьем он уже сделает накопление. 800. Здесь минус 150. Да. И идет накопление еще минус 500, идет на четвертый стол. Да, правильно. Здесь 150 получается. Да. Так, 150. Здесь у нас получается 214. Угу. И здесь получается 80. Вот теперь правильно. Если сразу идти на 215. Да, да, да. Благодарю, Женя. Абсолютно верно. Сарма. Плачат разобрались. 89 плюс 214 плюс 150. 453 доллара. Получается теперь правильно. Да, да. Это чистый. Выводит. В запасе у него 500-долларовая доска в резерве. Она прокупленная. И в реинвестии три стола. Все правильно. Да, вот сейчас. В реинвестии у него 715 долларов. Да. Это его актив. Плюс еще 100 долларов. Учитывая то, что он ранг серебро закрыл. Угу. Да. За токены. И вот получается 453. 453 плюс 100. Плюс 715 долларов. Получается 1268 долларов. Деньгами и в виде активных досок. И плюс у нас есть 25 процентов рефералка на серебре. И там еще 35 долларов. Если он пригласил трех человек всего лишь. Вот. Вот эту сумму еще если добавить. То суммарно получается 1300 долларов. 1300 долларов. А зашел на 215. Пожалуйста. А зашел на 215 долларов в самом начале. И нужно пригласить всего три человека. Нужно пригласить. Так. Три человека. Все. Больше приглашать не надо. Вот в этой модели. Пригласил трех человек. Сам на 215. Пригласил трех партнеров. На 215 также. И все. Вот таким вот образом. Получается 12, 13. И вот здесь еще два человека. Вот суммарно получается 14 человек. Распределение денег мы посчитали. Суммарно получается 1303 доллара деньгами. И в виде активных досок. Которые тоже будут приносить еще денежки. При включении дубликации. Вот этот момент ребята. Хотел вам показать. Потому что некоторые спрашивают. А как 1000 долларов? Вот мы полностью сейчас вместе. Жене с Армой как раз подсказали. Учитывая то, что мы же сразу заходим на три стола. Показали вам деньги. Сколько здесь денег в этом маркетинге. И самые большие деньги ребята. Они на платине. Опять повторюсь. Вот смотрите. Кабинет Женеса. Вот я всегда пример как ставлю. Почему вам невыгодно. Вам крайне невыгодно. Ребята. Быть на маленьких досках. Вот смотрите. Вот 15 долларовая доска. Очень много. Уже шестой раз закрывается. Очень много работы. Всего 520 долларов. Вторая доска поинтереснее. За 50 долларов. Четвертый раз закрывается. Тоже много работать надо. Но заработок маленький. 792 доллара. Самая интересная история. Начинается с третьей доски. 150 долларов. Работаем немного. Но зарабатываем хорошо. И самая магия начинается с четвертой доски. За 500 долларов. Здесь совсем мало работаем. Вот первая доска у него закрылась. Женеса. И он сейчас со второго круга начинает. Девятый подарок получил. В виде заработок по 4000 долларов. Здесь надо много работать. Заработок маленький. Здесь работаем меньше. Но заработок очень хороший. Поэтому надо как можно быстрее выходить на эти столы. Выводить команды на 150 и на 500. Ну а здесь уже сами знаете. Здесь уже чек будет с четырьмя нулями. На 1500, на 4500 долларов. Здесь самые большие деньги, ребята. Поэтому нет смысла сидеть вот в этой песочнице. На 15 долларов, на 50 долларов. Это компромисс. Здесь вы много денег не заработаете. Сразу партнеров выводите на 150 и выше. Это 150. Это уже 500. Дальше сейчас уже нест. Ребята будут заходить на 1500. Там уже 8000 чек будет. Дальше на 4500. Еще больше. Там уже 24000 долларов. То есть вот она, ребята, стратегия, как вам нужно считать свой бизнес и выходить на очень хорошие чеки. И самая вкусная история. Это опять напомню. Это платина. Вот смотрите. Давайте возьмем несколько дней. Подглянем, как у Жениса здесь собираются рефералка. 21 число. Да, до 4 дня. Доллар 80. 18 долларов. 330 подарок прилетел. Видите? То, о чем мы говорим. 500-долларовая доска. Дает он сразу. 30-30 долларов. Это очень хорошие деньги. 5-25 рефералка на пассиве. 1,8. 5-25. 1,8. И вот так вот, да, без конца каждый день. Да, вот 22 число тоже прилетает. 23 число тоже прилетает. Начисление рефералка. 24 число тоже, видите. Вот просто пассивный доход. Вы отдыхаете, занимаетесь семьей, родными, близкими, детьми. А вам прилетает пассив. Вот сегодня 25 число тоже. Доллар 80. Доллар 80. Доллар 80. Вот это вот именно начинается история, ребята, с платиной. Когда вы на платину вышли, немножко можете вздохнуть. Потому что вы вроде бы ничего не делаете. 10, 15, 50, 100 долларов вам прилетает. Для того, чтобы вам зарабатывать, ребята, для того, чтобы вам зарабатывать тысячу долларов, вот эту вожделенную тысячу долларов в месяц, вам нужно в день. Зарабатывать 33 доллара. На 30 дней вы получаете тысячу долларов. Понимаете, все как просто. А 33 доллара здесь заработать очень легко. Просто легко. Кто-то за тысячу долларов, это чья-то 2-3 полугодовая зарплата в России, в Казахстане, в Украине, в Белоруссии. А в нашем бизнесе, сидя дома в тапочках, имея интернет, еще на лайте, общаясь с такими красивыми девушками, как Валта, как Сарма, как Инта, вы можете в этот бизнес спокойно делать. Просто вот как Женес обучает, делайте простые вещи. Делайте контент. Мне нравится, как Сарма сейчас делает контент. Молодец. Делайте контент. Контент дает вам входящий. Люди начинают интересоваться. Сарма, что за тема? Классная тема. Крутая тема. Денежная тема. Давайте я познакомлю с парнем. Его зовут Женес. За 45 дней 10 тысяч долларов. Продаете видео. После того, как продали видео, сразу же сами ничего не рассказывайте, выводите на наставника, на Валду, на Сарму, на Женеса, на меня, на Прохорова, без разницы. Все. И это все. И вы миллионер. Больше ничего не надо делать. Автоматизация, она вам в помощь. Она вам дает теплые лиды. И эти теплые лиды, вы точно так же, как только вам в год залетел теплый лид, вы его к себе сюда в список записываете, все, он в вашем списке. И точно так же с ним связываетесь, говорите, да, классно. А хочешь мои результаты знать? Да, хочу. А хочешь, какой здесь заработок может быть? И продаете результат Валды. Говорите, у нее 2000 долларов за две недели. Хочешь, я тебя с ней познакомлю. Все. Договариваетесь, делаете трешку с наставником, и вы миллионер. Так, простые действия, простые действия, но постоянно и правильно они дают вам быстрые чеки, хороший заработок вам дают. Вам не надо идти на завод, вам не надо устраиваться в такси, в Яндекс. Доставку, вам не надо что-то делать, да. Вот делайте просто простые вещи, зарабатывайте деньги. Вот то, что я вам хотел, ребята, сказать, показать. Благодарю. Алтая, благодарю. Очень четко. Именно математика тоже нужна людям, чтобы они поняли расчет по, именно, как говорится, по маркетингу, как это все, откуда берутся деньги. Потому что у нас тоже недавно была встреча с человеком, который говорит на немецком, на английском, и он говорит, ничего не понимая, откуда берутся деньги, да. Ну, то есть, это тоже нужно показать, именно, как работает маркетинг и что для этого нужно делать, чтобы получить свою первую тысячу. Да, Сарма, давай пока вот, Алтай, с нами, ну-ка, давай, что ты от меня хотела? Скажи вот о том. Я, ну, очень простые вещи. Я, во-первых, хотела еще добавить вам одну вещь. То, что я говорю своим девушкам. Нам надо трех активных, активные люди, которые будут идти, на которых мы будем работать. Но пока мы их найдем, берите себе первую линию минимум 9-10 людей, потому что они все-таки приходят. И пускай он будет хотя бы на этот 15, хотя бы на 65, и хотя бы он заходит на 215, но пока еще ничего не делает. Пускай. Когда вы уже выберете этих трех, начинайте на них работать глубину. Но на это время вам подойдет эти опять три. И самое интересное есть то, что вы сразу можете попасть не плотину, а на рубин. Если у вас уже идет три золота и три серебра. Это вообще классно. Надо видеть чуть-чуть шире, да? Не только, о, мне надо три, значит, я три нашла и сижу, жду. А потом, а мама моя, все закончилось, да? И больше ничего нет. Потому что сразу по чуть-чуть берите, берите. То есть, всегда бывает так, что люди устают. Они просто, ну, устают, им надо отдохнуть. Не трогайте их. Но у вас опять будет новый, который будет сильный, который опять вам даст эту квалификацию. Это очень-очень важно видеть чуть-чуть, но дальше два шага вперед, два шага вперед. Да, и так. То, что я хочу от вас, парни, я хочу. Ну, мне нравятся мужчины, ну, что я могу поделать? Ну, я вот такая, ну, вот такая, да? И сами все время смеетесь. У тебя тут акцент такой-такой. И я вот сижу один день, и вот у меня вот по башке дала. А зачем мне мучиться своим акцентом, если у меня есть две такие парни? Я сделала тебе, скинула эту свою видение, что мне надо от тебя, и сделала слайд. И мне надо, чтобы вы, вы же это делаете каждый день. И вы понимаете, все, вы можете это так классно сказать, с такими эмоциями, потому что мне надо живой материал, не только монотон, да, ба-ба-ба-ба-ба-ба. Ну, это каждый может, да. Но мне надо вот эту энергию, вашу энергию, да, ставить это видео. Каждые 10 минут. Пока дала две, будет еще две. Ну, вот надо мне таких видео на русском языке, классных. Смотри, Сарма, послушай меня. Я же над тобой не смеюсь, это твоя фишка. Ну, да, да. Это твоя фишка, вот это твой вкусный акцент, это твоя фишка. Эмоции у тебя хоть отбавляй. Ты вот все, что ты мне отправила, отправь Алтаю, потому что он у нас технарь, он у нас ведет YouTube, он ведет все, ролики, потому что Алтай об этом всегда говорит же, исходящее, исходящее. Вот это то, что ты предлагаешь, это исходящее. Я пока не могу до конца понять, как это будет сделано. Ты отправь все от Алтая, мы потом с Алтаем посоветуемся. И то не только мы с Алтаем должны. Это нам надо, знаешь, вообще на все команды, со всех команд, как-то вот Алтай, смотри, может быть, какой-то, ну, сделать, да, мы это делали 4 года назад, 5 лет назад, такой ролик, вот, Жаричев делал. Помнишь ты это, не помнишь, мы делали. И это ходило, это было в интернете, это было в Инстаграм, это было, ну, короче, а в нашем случае это в Телеграм. Ну, какой-то вот живая презентация, короткая, допустим, какие-то фишки, типа, мы показываем, что здесь разные страны, разные города, разные национальности, разные возраста, на разный пол, там, да, женщины, мужчины, вот это, о чем ты говорила, мне кажется, это будет очень круто, интересно. Как ты? Ну, да, это, конечно, все, все. На данный момент, что я вижу по нашей команде, да, у меня многие есть, которые готовы делать, ну, они говорят, Сарма, ну, вот как, как мне, как, как мне с ним вообще, как мне довести его до зума? Ну, что мне сказать? Я говорю, я уже устала, мне уже голос пропадает. Я говорю, я сделаю для вас видео, чтобы, почему вообще-то, я сама увидела это возможность, что у меня понравилось, да, если мне удастся до вас достукаться, да, ну, мне надо вот тоже на этих, как будто видео, чтобы, ну, мне нравится, когда мужчина говорит все-таки, ну, это мужик, вот, это совсем по-другому, вот, все, идет, да, кликнул, да. Знаете, всегда, когда есть, когда мы работаем маркетинг, маркетинге, я смотрю на этих парах, которые работают в парах, такой белой занавистью. Почему? Потому что у них очень легко. Когда надо говорить женщиной, говорит мужик. Когда надо говорить мужиком, говорит женщина. Они как будто играют в театр, да, но это твоя, твоя арена. И ты там плаваешь, как, я не знаю, да, в Москве, да, потому что они уже играют друг к другу, и они делают деньги. Это, это игре. И вот, если мы найдем, сделаем такие коротенькие видео, потому что человеку отправлять такую длинную 45 минут, это много. Он приходит на первый зум, он слышит, ему нравится. Как он закрыл зум, он забил. Но нам надо таких по 10 минут поделить эту длинную, на по 10, по 10, по 10, как будто по темам. Сначала его заинтересовать, зайти в зум, потом эту стратегию, как ты достиг, ну-ка, и что тебе надо делать, как мало тебе надо делать, чтобы ты построил себе первую команду, вышел на пассив, да, заработал крутой чек, да, и потом уже будем думать за маркетингом, да. Потому что многие, которые теперь начинают, они вообще от маркетинга вообще ничего не знают, но они хотят. Они хотят это делать. Они поняли, что здесь деньги. В интернете есть деньги, да. Но они говорят, я ничего не понимаю из маркетинга, да. И им пока не надо, это все много для них. Да, пускай они идут на наши зумы, пускай слушают, все окей, но как до них дойти, нам надо вот материал, живой материал такой. Сарма, давай так. Ты меня отправила вот в ПД формате. Вот запиши ролик. А там есть тебе две ролика тоже. Ты даже не посмотрел. Ой, какой плохой парень. Ну ты же знаешь, я где вчера был, Сарма, я только... Я знаю, я же тебе только... Только сегодня в себя пришел. Меня даже Алтай не беспокоил вчера. Сегодня даже он... Нет, я тебя утром отправила, даже еще поставила. Можно вас... Тук-тук-тук, нак-нак-нак. Ты знаешь, ты давай Алтаю отправь уже. Алтай, ты здесь? Хорошо. Отправим. Алтаю выброси. Что-то не ты уже. Есть, есть. Алтай слушает нас внимательно. Я думаю, что... интересная наша встреча. Может, еще из присутствующих есть какие-то вопросы. Пожалуйста, пользуйтесь моментом. Задавайте вопросы, если что-то непонятно. И, наверное, тогда уже будем сегодня прощаться. У кого есть какие-то вопросы по-услышанному? Трое вообще покинули нас, ушли по-английски, не попрощавшись. Добрый день. Добрый день всем. У меня, например, проблема компьютер. Я очень мало знаю компьютера. Что-то сделать, мне вообще темное дело. Мне надо очень много учиться. Но я хочу, хочу в это участвовать и зарабатывать. Я хочу... О, Рыточка! Привет, Ким. Акалман микрофон. Так, девушка, как вас зовут? Как зовут вас? Инга. Меня зовут Инга. Инга. Смотрите. Вам даже компьютер не нужен. Это можно в телефоне все это делать. Байнанс-то не можно? Можно. Байнанс, почему нельзя? Спокойно. Я знаю. Да, у меня не получилось ничего. Я с телефона все делаю. Это технический стороны. Это все авторично и третично. Я же говорил. Главное, чтобы у вас было желание. Молодая, красивая, за рулем. Все. В пробке стоим. Нормально. Нет. Я с работы ехала. Надо еще потом в магазин забыть. Вот и стою в магазинах. Да. Поэтому это все решаемо. Вы где живете? В Риге? В Латвии? Нет, нет. Это она ближе ко мне. В Англии. А, в Англии? Да. В Саудсанске такое есть. Сарма, берешь прямо девушка шефство. Я уже забрала. Я уже забрала. Все уже. Под контроль. Она меня пригласила в Зум, да. А, ну все тогда. Значит, будем считать это с вашей стороны такое легкое женское кокетство. Вы в надежных руках. Сарма, 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 знаете, как это? Из кинофильма этот. Розарио. При включении итальянца в России. От Розарио никто не уходил. Так что в надежных руках вы. Точно вспомню этот фильм. Это точно у нас. А я думаю, мы корабля Убунту, эти все, которые утонули и утонули, те, которые выплыли. Давай-ка. Держимся. Дальше. Дальше. Плываем дальше. И потом и надо очень хорошо. А ты меня не спас. А ты меня не спас. А ты же сам можешь плавать. Охай ты. Все там сарма может помочь. Плывай сам. Плывай сам. Зашел мужчина, как сказать, плывать, упал из глотки. И он не умел на русском говорить. Один словом вспомнил. Плываю, плываю. Но он хотел сказать, а ну. А все говорит, давай, плывай, плывай. Он научился плывать. Плывайте, мы тоже будем плывать, но хоть мы утонем, утонем сейчас, но сейчас уже не утонем. все. Все. Мы начали. где мы только не поплывали. Поэтому сейчас сарма взяла Риту под контроль. ну, наверное, так нужно было, чтобы... Ты меня бросила. Нет, ты сама выбрала. Ты сама выбрала, я не бросила, так что мы все равно все вместе на одном корабле плывем теперь дружно дальше. Валда, ты ей сказала, она говорит, плыву, плыву, ты ей сказала, плыви, плыви. Плыви, я точно, точно. Невьяй, невьяй. А вы училась плавать. Так, ну, тогда что, друзья, давайте хорошие благодарим. Благодарим за встречу, думаю, у нас, наверное, нужно сделать так немножко может быть традиции, конечно, это все занимает время, хотя бы раз в неделю вот такие мотивационные встречи, поэтому, ну, все равно многие будут смотреть записи. Валда, с удовольствием. Давай, раз в неделю будем встречаться на прокачку, подведение итогов, давай, такой формат, да, за неделю, там, плюс к чеку, ранги, там, там, команда растет, однозначно, прогресс, потому что сегодня команда еще молодая, вся, вся команда молодая, поэтому мы со всеми командами так вот периодически встречаемся, выбирайте день и этот день ваш. Но пусть будет суббота. Суббота, да, суббота, да, 17 по Москве, это время команды, Валды, удовольствия. Благодарим, благодарим, я думаю, что многие еще толком не поняли, куда они попали, поэтому будем, будем прояснить ситуацию и, как говорится, показать все возможности. Да, да, блин, с вами почти полтора часа, больше полтора часа просидели, время пролетело. Обычно мы так долго с Алтаем не проводим, блин, но сегодня прямо, я говорю, ваша команда особая энергетика, аура такая хорошая. А я три пички витопила за это время. Дрову подбросила. Огонь. Огонь. Все, а так. Все, давайте, обнимаю вас. Спасибо вам. Субботы. Субботы, да. Хорошего вечера. Девчата, ребята, всем удачным. Встречи нельзя менять. Всех пока. 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 Пока.